О главных новостях Украины и мира узнать и в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Бойня на Дерибасовском центре Одессы, массовая драка активистов с полицией, из-за чего вспыхнул конфликт. Армия Растрад. В Харькове задержали начальника университета воздушных сил ВСУ, чью пользу и что закупал генерал. Обвиняемый премьер, из-за чего главу правительства Израиля в шестой раз вызывают на допрос. Немецкий кризис, почему в Германии потенциальные участники новой коалиции не могут договориться. Уличные беспорядки в Одессе. Среди правоохранителей есть пострадавшие. Причем досталось даже начальнику управления полицией. Ему камнем рассекли голову. Все произошло на Дерибасовской, в городском саду. Именно это общественное пространство активисты пытаются спасти от застройки. Хронология столкновений в материале наших корреспондентов. Горсад, достопримечательность Одессы. В глубине за забором уже много лет скрывается заброшенный летний театр. В начале 2000-х его выкупили коммерсанты. И вот активисты узнали, согласие Одесского горсовета, бизнес-структура собирается строить здесь театрально-торгово-развлекательный центр, предварительно вырубив деревья. Было принято решение о сдаче в аренду вот этой территории, фактически нашей с вами территории общественной, под коммерческую застройку. На акции протеста полтысячи человек. Рядовые горожане, активисты разных организаций. Они требуют, чтобы их пустили внутрь, обследовать территорию театра. Но представитель застройщика отказывается это делать и пытается смягчить конфликт. Я могу сказать однозначно. Нет намерения не сносить строения, не строить многоэтажные строения, не уничтожать зеленые наслаждения и кустарники в том числе. Активисты убирают с деревьев полицейские камеры видеонаблюдения. Из-за этого начинаются первые стычки с правоохранителями. Сразу после этого со стороны полиции массированная газовая атака. В толпе взрываются петарды. Активисты штурмуют театр, прорываются внутрь, снимают с петель ворота и все желающие заходят на территорию планируемой стройки. Эта земля должна принадлежать городу и всем нам. На место прибывает начальник областной полиции Дмитрий Головин. Неизвестные бросают в него камень и рассекают голову. Это провоцирует новые столкновения. В полицейских летят камни, те в ответ бьют протестующих дубинками. Среди полицейских шестеро пострадавших, включая Головина. Когда приходит начальник главного управления, генерал, и пытается просто зайти один, и ему летит что-то в голову и рассечение, мы считаем это провокацией и беспределом. Только после этого начали заходить спецподразделения. Тем временем в качестве символа своего протеста ворота летнего театра активисты относят на Думскую площадь и загораживают ими вход в Одесскую мэрию. В полиции говорят, во время акции никого не задерживали, но будут изучать видеозаписи, чтобы дать правовую оценку действиям протестующих. Уголовное производство открыто по статье «Хулиганство». Кроме того, планируют начать расследование по статье «Насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов». Что же будет с летним театром дальше, пока неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Сегодняшние события в Одессе говорят о полном развале государственных институтов. Такое заявление сделали в оппозиционном блоке. Народный депутат Николай Скорик считает, что причины протеста обоснованы, но вот методы, которые выбрали участники акции, неправильные. Есть законы, которые должен выполнять каждый гражданин Украины. Если они не выполняются, если можно безнаказанно ударить гражданина по голове, если можно безнаказанно бить полицейских, то в этой стране никогда не будет порядка. А то, что нарушения есть, и то, что городская власть их допускает, и то, что городская власть запускает вообще много ошибок, это факт, но бороться с этими вещами нужно совершенно не так. И сегодня же на одном из подземных паркингов Одессы, неподалеку от привоза, обнаружили автомобиль с оружием. В машине правоохранителей нашли несколько автоматов, два помповых ружья и несколько тысяч патронов. О подозрительном авто, в котором может находиться взрывчатка, полиция сообщила на ним. Все изъятое во время проверки сейчас проходит экспертизу, кто хозяин авто, выясняют. Ситуация в зоне АТО остается напряженной. По сообщению штаба, боевики продолжают нарушать перемирие. Кроме стрелкового оружия, применяют минометы и танковое вооружение. Наибольшее обострение на фронте в Луганской области. В результате вражеских обстрелов один украинский солдат погиб, один получил ранение. Геннадий Вивденко продолжит. Слышен прилет вражеской 120-миллиметровой мины. Это украинская позиция неподалеку от Попасной. Окупанты здесь активно возобновили боевые действия. В бою накануне погиб боец Андрей Добровольский. От вражеской пули ушел из жизни 20-летний защитник Украины. Дома в Прикарпатии он совсем недавно женился. Дуже добрый. Человек всем хотел помогать, завжди все делал. Друг, он был. Зайшли с характерами, завжди всем тоже помогали. Все, что мы делали, то все мы делали разом. Боц. Мы ответили адекватно, но не достигли. Это додает нас ноги стоять до последнего, и мы никуда не пойдем. Его дома ждут. Жекали. Батько, мати, сестра, дружина. Он из Ивано-Франкевской области, из Галицкого района. Вечная ему память. Бой в направлении города Попасное не стихает. По характеру разрывов на передовой воины определяют калибр свыше 100 миллиметров. Ну, оно каждый день, но обычно оно бывает, что... Это 120-ка была в нашу сторону. Автовизовались? Да, в последнее время так. Неделю назад оно бы не было такого, но сейчас они очень сильно активизировались. Не хотят переводить в мирный процесс. Далее продолжаются обстрелы. Это из Москвы команды приходят. В засадах вдоль линии фронта находится наша бронетехника, разрешенная Минскими соглашениями. На случай попытки прорыва российских оккупантов. В Луганской области уже устойчивые заморозки, возможно, дожди и даже мокрый снег. Поэтому бронетехнику бойцы укутывают в полиэтилен, чтобы не попала вода в отсеки, в двигатель. И прогревают ее ежедневно. В попасной, которую защищают бойцы этого подразделения, после вчерашнего обстрела боевиков без света остались более ста домов. Уже поднаторевшие ремонтники быстро восстановили электроснабжение. Была легко ранена осколком стекла из выбитого окна 10-летняя местная девочка. Однако днем дети попасной вновь вышли играть на улице. Ну, чуть-чуть било, чуть-чуть. Да, ну, постоянно. Ну, а каждый день стрелять, мы привыкли еще. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер из Луганской области. Сотрудники службы безопасности Украины задержали подозреваемого в убийстве главреда российского Форбс Пола Хлебникова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанный гражданин России, чеченец по происхождению, разыскивался Интерполом. По оперативной информации, после бегства из России пребывал в составе организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у бизнесменов в Украине. Сейчас решаются вопросы об избрании меры пресечения. Главред российской версии журнала Форбс и гражданин США Пол Хлебников был убит в Москве в июле 2004 года. Журналиста расстреляли, когда он выходил из здания своей редакции. Пострадавший получил 4 ранения и скончался в карете скорой помощи. Журналист украинского радио Павел Шаройко задержан в Минске. Его обвиняют в шпионаже. Об этом заявил генпродюсер украинского радио Дмитрий Хоркин. Он сообщил, что несмотря на многочисленные звонки и запросы, нет властей Беларуси, нет самого Шаройко. Ответа пока нет. По словам генпродюсера, последние 5 лет Шаройко жил и работал в Беларуси корреспондентом украинского радио. Дружина Павла Шаройко выехала из территории Беларуси в Украину без банковских карток. Их забрали у Павла при ареште, без ключев от квартиры. Павло Шаройко є нашим штатним власним корреспондентом украинского радио в Беларуси. И он постоянно работал на территории Республики Беларусь. Останние три его репортажа в эфире украинского радио были на такие темы. Это выставление работы трехсторонней контактной группы щедо регулирования конфликтов на Донбассе. Про затримание и подальшую долю Павла Гриба. И третий, он стосовался российских навчаней, военных на территории Республики Беларусь, майже под украинским кордоном. Буквально час назад стали известны новые подробности о Павле Шаройко. К нему допустили украинского консула. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Он подтвердил, что спецкор украинского радио находится в СИЗО КГБ. Условия содержания журналиста, по его словам, приемлемые. В Харькове задержан генерал-майор ВСУ, руководитель Харьковского национального университета воздушных сил. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке генпрокурор, его подозревают в растрате почти 2,5 миллиона гривен в пользу двух компаний при закупке горючего. В ГПУ настаивают на аресте и отстранении от должности, продолжит Светлана Шекера. Генерал-майора Андрея Олимпиева задержали накануне вечером. По словам супруги, пришли 10 человек, вывели из квартиры в подъезд и арестовали. Ужасная ситуация. Вечером дома зашли. Он спал не здесь, а на ГУФАКТе. Сюда его уже привезли. За что задержали, объяснил генпрокурор Юрий Луценко на своей страничке в Фейсбуке. Олимпиева подозревают в растрате почти 2,5 миллионов гривен в пользу двух ООО при закупке топлива. В военной прокуратуре Харьковского гарнизона добавили, вместе с Олимпиевым под стражу взяли и его зама. Это распространение бюджетных денег. Ему сообщено о подозрении, а также его заступнику сообщено о подозрении за указанную статью полковнику Никифорову. За указанное криминальное правопорушение предбачено покарание от 5 до 12 лет избавления воли. То есть указанный злочин особенно тяжелым. Адвокат Олимпиева говорит, что пока не получил ни одного документа, в чем именно подозревают начальника военного вуза. Моего подзащитного генера-майора Олимпиева ни разу до момента задержания не вызывали ни на допрос, ни на проведение иных каких-либо следственных, либо процессуальных действий. Даже просто ни повесткой, ни телефонным звонком. Это один из факторов, который может подтверждать нашу версию о том, что дело имеет такой политический подтекст и характер. Университетские коллеги Олимпиева говорят, что договор заключали весной, а поставляли топливо осенью, когда цена выросла. Отсюда и разница в 2 миллиона. А такие решения Олимпиев не мог принимать единолично. Проходит, по-перше, расследование и обговорение в тендерном комитете университета. После этого проходит погоджение фаховцами финансово-экономической службы, фаховцами юридической службы, фаховцами тилу. Решения однозначно не одноосимные. До того, что все эти вопросы в этом году были переверены контрольно-реализационным управлением и рахунковой палатой. В университете сегодня прошло собрание личного состава. Сослуживцы готовы взять Олимпиева на поруки и будут просить об этом суд. Светлана Шекира, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. А в Затоке Одесской области по подозрению в коррупции задержаны 5 чиновников. Об этом сообщили в генпрокуратуре. Правоохранители взяли под стражу главу следственного отдела полиции, двух депутатов сельсоветов Затоки и Шаба, а также начальника отдела природопользования облгосадминистрации. Как выяснили силовики, они вымогали 72 тысячи долларов у местной жительницы. Кроме того, задержан глава юрдепартамента сельсовета Затоки при получении взятки в 135 тысяч долларов за выделение земельных участков. Как сообщил генпрокурор, всех задержанных подозревают в оказании давления на местных жителей и иностранного инвестора. В Израиле из-за обвинений в коррупции снова вызывают на допрос премьера. Всего против главы правительства расследуют 6 дел. В чем именно обвиняют Нетаньяху и что ему грозит, расскажет Сергей Услендер. Завтра Беньямин и Нетаньяху допросят в шестой раз. Что любопытно, предыдущий допрос был всего 10 дней назад. Тогда следователи приезжали в резиденцию премьера в Иерусалиме. Сам он по нормам безопасности для первых лиц государства являться в полицию на допрос не может. Расследуется так называемое дело «Тысяча» о дорогих подарках, которые премьера и его жена получали от известного голливудского продюсера Мильчина в обмен на продвижение его финансовых интересов в Израиле. В деле появилась важная свидетельница, помощница Мильчина и записи телефонных переговоров премьера и продюсера. А как раз накануне представители правящей партии, которой, собственно, и принадлежит Нетаньягу, выдвинули в Кнессет, в израильский парламент, несколько законопроектов, которые, если будут приняты, запретят полиции вести расследование против действующего премьера. Мы уже рассказывали о том, что подобные законопроекты выдвигались и раньше, но каждый раз Кнессет большинством голосов их отклонял. Теперь их пытаются протолкнуть снова, но в несколько измененном виде. Мы видим здесь попытку формально использовать самый сильный инструмент правительства, власть законодательства, из-за ложных предлогов, направленных на то, чтобы помочь премьер-министру различными необычными способами. Это отражает полную потерю сдержанности и настоящее бесстыдство власти. Израильский премьер сейчас переживает непростые времена. На четвертом сроке он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Это и расследование о попытках давления на прессу. В Израиле к таким вещам относятся крайне болезненно. Это дело о закупке в Германии с нарушениями закона подводных лодок для военно-морских сил. Против жены премьера Сары тоже ведется сразу несколько расследований о слишком больших тратах на официальную резиденцию и о жестоком обращении с прислугой. Но Нитаньягу не унывает, все обвинения отрицает и считает эти дела происками своих политических оппонентов. Однако в соответствии с законом, если хотя бы одно из этих дел дойдет до суда, тогда ему придется покинуть премьерское кресло и страну ждут внеочередные выборы. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Польша не пустила на свою территорию первого украинского чиновника из черного списка неуездных. Ответственного секретаря Государственной и Межведомственной комиссии Украины по делам увековечения памяти участников АТО Святослава Шеремету. Об этом сам Шеремета сообщил одному из львовских изданий. Он рассказал, что ехал в польский город Лайнцут вместе с делегацией общества Натсянье на международном пункте пропуска Шегини. Польские пограничники забрали у него паспорт и попросили ждать руководителя смены. Позже чиновнику сообщили, что ему на год запрещен въезд в Польшу и даже в Шенгенскую зону. Примечательно, что у Шереметы есть шенгенская виза, выданная Германией. На подобные действия польской стороны сразу же отреагировали в украинском МИДе. Сегодня МЗС терминово вызвали посла Польши в Украине. Незважаючи на то, что это суббота, но вопрос важный. В связи с недопуском секретаря государственной международной комиссии Святослава Шеремета в Польшу сегодня. Он выполнил официальные функции, ехал с официальной метою. И, конечно, этот инцидент является очень прикрым и вызывает беспокойство. Особенно на фоне вчерашнего заседания консультационного комитета на уровне администрации президента Украины и Польши в Кракове. Трагедия в Черкассах. Накануне вечером шестилетний мальчик упал в открытый канализационный колодец. Медики пытались спасти малыша, но оказались бессильны. Сейчас в городе выясняют, почему люк оказался открытым и кто должен нести ответственность. Ответить на этот вопрос оказывается не так уж и просто. Продолжит Станислав Кухарчук. Полиция, спасатели, запах корвалола и громкий плач. Трагедия произошла в одном из спальных районов Черкасс. Шестилетний мальчик вместе с бабушкой возвращался домой. Он побежал вперед и мгновенно исчез из виду на неосвещенном тротуаре. Упал в обычный технический колодец. Его нашли на глубине четырех метров. Частный сектор тут недалеко. Частный сектор не доходит. Сейчас самое ровное, по-моему. За жизнь малыша боролись и спасатели, и медики, но тщетно. После всех реанимационных мероприятий врачи скорой констатировали смерть. Технический колодец, в который упал малыш, вплотную примыкает к пешеходной зоне. Увидеть, что он открыт, ни ребенок, ни бабушка не могли. Тротуар попросту не освещается. Жители соседнего дома уверяют, крышка с колодца исчезла совсем недавно. На ее место даже не успели поставить ограждение. Я вроде не видела, что тут деревья. Я думала так в темноте, что там деревья растут. А это, говорят, МЧС, приехали и оградили. Если бы это давно было открыто, у нас люди сразу обязательно бы сообщили. Едва полиция закончила следственные действия, коммунальщики отправились проверять все окрестные колодцы. Директор Черкасского водоканала говорит, на большинстве из них пластиковые крышки. Воров такие не интересуют. По факту смерти ребенка в полиции открыли уголовные производства по статьям неумышленное убийство и служебная халатность. Правда, на балансе какой из служб находится колодец, неизвестно до сих пор. Станислав Фухарчук, Сергей Музыка. Подробности телеканал Интер. Черкассы. В заперти в холодном доме и с миской гречки и луковицей оставила жительница Бердичева троих детей. Трех, шести и восьми лет. Малыши пробыли в закрытом доме более двух суток. 27-летняя мать ушла в неизвестном направлении. Неладное заметили учителя школы, в которую ходил старший мальчик. Он не появлялся на уроках и педагоги сообщили в соцслужбы. Когда правоохранители пришли по месту жительства с проверкой, оказалось, что дети не могут выйти из дому. Внутри была полная антисанитария. Малыши перемерзли, все трое простужены. Чтобы хоть как-то согреть младшую трехлетнюю сестричку, в постель ей подкладывали котят, рассказали дети. Сейчас они в больнице, мать уже нашли. Решается вопрос о лишении ее родительских прав и открытии уголовного дела. Женщине грозит до двух лет тюрьмы. Мы взяли в палату окремо и лечим. Их состояние лучше, а лишь кашель неживость сохраняется. Они активны, играются, всем доволенны. Дети проживали в жахливых условиях. Была антисанитария, раскиданы вещи, безлеч, отсутствие продуктов питания. Установили, что дом не утопляется, что он не отрезан от газопостачания. Германия в шаге от политического кризиса. Потенциальные участники новой правящей коалиции никак не могут определиться, готовы ли они вместе управлять страной. Каковы главные спорные моменты переговоров и что будет, если партии не договорятся? Подробнее Татьяна Лагунова. Два месяца после выборов. Обычно за это время в Германии успевают не только создать правящий союз, но и утвердить в Бундестаге кандидатуру канцлера. Но в этот раз коалициада как-то затянулась. Партии до сих пор ведут так называемые зондирующие переговоры. Это те, которые только предшествуют основным коалиционным. Чтобы ускорить процесс, Ангела Меркель даже устанавливала крайний срок для принятия окончательного решения. В ночь на пятницу представители ХДС, ХСС, либералов и зеленых сидели за закрытыми дверями до половины пятого утра. Но когда канцлер вышла из здания и без комментариев села в машину, журналистам стало понятно. Дедлайн истек, результата нет. У нас по-прежнему разное мнение, особенно по вопросам миграционной и финансовой политики. Чтобы преодолеть разногласия, это возможно, понадобится еще несколько дней. Нужно использовать все шансы, чтобы найти консенсус. Каждая из партий защищает свою программу. И свести все эти пункты вместе – нелегкая задача. Но это того стоит. Разногласий у потенциальных коалициантов действительно много, но самый главный камень преткновения – миграционная политика. Если христианские демократы хотят установить граничную квоту приема беженцев, то зеленые категорически настаивают на продолжении политики открытых дверей. Несмотря на трудности, я хочу выполнить задачу, которую на меня возложили избиратели. Сформировать правительство. Будет нелегко, но я готова продолжать переговоры. Заседать переговорщики будут все выходные. И, скорее всего, только к понедельнику станет понятно, что ждет Германию. Коалиция «Ямайка» либо политический кризис. Один из вариантов решения которого – новые парламентские выборы. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». В эти минуты в Киеве проходит 10-я церемония награждения всеукраинской премии «Женщина третьего тысячелетия». В театр «Оперетты» съехались номинантки со всей Украины. Подробнее далее в материале. В театре «Оперетты» не протолкнуться. Сегодняшнее награждение – особенное, юбилейное. Готовясь к этой церемонии, говорят организаторы, они выбирали тех номинанток, чьи судьбы им показались самыми яркими, а путь к успеху – наиболее тернистым. Сегодня мы награждываем 36 женщин. У нас есть в премии 4 номинации. Это знаковая постель, рейтинг, перспектива и надея Украины. Мы выясняем женщин обычно за двумя критериями. Это обязательно большой успех в справе, которой она занимается, а также ее социальная и благодейная активность. Одна из лауреаток 19 лет назад покинула Украину. Теперь ее называют «Исландской сахарной королевой». В маленькой северной стране она основала свой международный кулинарный центр. Шедевр творения учеников красуется в фойе. Я просто горда. Конечно, это награда мне. Как бы будет в центре стоять всех моих наград, которые у меня есть. Политика – не женское дело. Это выражение опровергла номинантка Ирина Луценко. На сцене народный депутат не скрывала эмоций и благодарила своих близких за понимание и поддержку. Я бы хотела побожать женкам в Украине. Я бы хотела помнить, что ты всегда такая одна. Что ты каждая личность. Поважать себя. Работать победу в один крок. Каждый день один крок. Быть уверенной в себе. Защищать свое право на реализацию. Верить в себя. Это самое главное. Эта высота – это высота каждой личности. Она может быть разная. Но самое главное – вера в себя и повага в себя. Всех номинантов поздравил также глава государства. После официальной части церемонию награждения продолжит концерт. Павлина Василенко, Вадим Ревун. Подробности – телеканал «Интер». Президент Украины Петр Порошенко встретился с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Он прилетел в Киев, чтобы открыть здесь представительство благотворительного фонда для помощи ветеранам войны, беженцам и жертвам домашнего насилия. Сотрудники фонда будут проводить для них занятия. И Петр Порошенко заявил, что приветствует такую инициативу. По его словам, психологическая реабилитация очень важна для военных. Сейчас это очень актуальный и важный вопрос для Украины, которая переживает время войны и российской агрессии. Незаконная аннексия Крыма, агрессия на востоке моей страны. Когда сотни тысяч военных возвращаются с войны, психологическая реабилитация жизненно необходима для них. О Голливуд продолжают сотрясать скандалы. Появились новые обвинения против голливудского актера Кевина Спейси. О 20 случаях сексуальных домогательств заявили в одном из старейших лондонских театров «Олд Вик». Продолжит Светлана Чернецкая из британской столицы. В знаменитом лондонском театре «Олд Вик» американский актер Кевин Спейси проработал 11 лет до 2015-го. Он занимал престижную должность художественного руководителя. И за это время с ним не возникало никаких проблем. Он ставил спектакли и сам нередко выходил на сцену в главных ролях. Но когда в Соединенных Штатах один за другим актеры начали обвинять Спейси в домогательствах, оказалось, что и в Лондоне многие пострадали от его неадекватного поведения. На данный момент администрация театра получила 20 заявлений на звезду сериала «Карточный домик». Это актеры и сотрудники «Олд Вика» – все молодые мужчины. Во время пребывания Кевина Спейси в должности театр оказался в уникальном положении. Его возглавляла голливудская звезда, вокруг которой существовал культ личности. Расследование показало, что его слава и статус в «Олд Вик» возможно помешали сотрудникам, особенно младшему персоналу и молодым актерам, заявить на него или попросить о помощи. Пока полицию не привлекли, но, скорее всего, это дело времени. Скотланд-Ярд уже полным ходом расследует обвинения против одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда – Харви Вайнштейна. Продолжается и секс-скандал в британском парламенте. За последние дни еще два депутата попали под расследование о домогательствах. Оба лейбориста – Алекс Роули и Айван Льюис. Их отстранили от работы за непристойное поведение по отношению к женщинам. А в Уэльсе похоронили лейбориста Карла Сарджента. Он покончил с собой, когда его уволили из местного правительства из-за обвинений в домогательствах. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». В каком фильме сыграли принцы Уильям и Гарри и почему в Германии запретили детские умные часы? Об этом и не только в нашем обзоре. Мощное землетрясение в Китае. Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали на тибетском плато неподалеку от границы с Индией. Человеческих жертв нет, но пострадали поселки в уезды Милинь города Линджи Тибетского автономного района. Многие жители остались без крыши над головой. Также в этом районе возникли большие проблемы с энергоснабжением. Первый снег во Владивостоке спровоцировал многочисленные ДТП. Из-за гололеда автомобили массово скатывались по спускам, тараня друг друга. Некоторые водители выскакивали из машин на ходу, чтобы остановить неуправляемое авто или попросту спастись. Движение в городе было парализовано. Сколько десятков машин пострадало, пока неизвестно. В США запустили метеорологический спутник нового поколения. Аппарат вывела на орбиту ракетоноситель «Дельта-2» с базы американских ВВС «Вандерберг». Спутник будет дистанционно следить за планетой, мировым океаном и атмосферой. Точность прогноза погоды должна повыситься благодаря новейшим технологиям, использованным в разработке спутника. За сутки аппарат будет делать 14 витков вокруг Земли. В Германии запретили детские умные часы. Речь идет о гаджетах с функцией голосового мониторинга. Она позволяет с постороннего телефона включать микрофон и слушать, что происходит рядом с ребенком. Например, что говорит учитель в классе. Федеральное сетевое агентство расценивает эту технологию как способ слежки и рекомендует родителям просто уничтожить такие умные часы. Принцы Уильям и Гарри сыграли в новых «Звездных войнах». Наследники Британского престола появятся в роли штурмовиков в одной из сцен эпизода «Последние джедаи». Но зрители вряд ли узнают с экранов внуков Елизаветы II. Лица исполнителей будут закрывать традиционные для солдат «Звездных войн» шлемы. Сборная Бразилии по футболу самая дорогая в мире. Трансферная стоимость всех 25 игроков 671,5 миллионов евро. На втором месте сборная Испании, которую оценили в 643 миллиона евро. В третье место разделили команды Франции и Германии. А действующие чемпионы Европы, португальцы, оказались в рейтинге лишь на девятой позиции. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok